Приветствую вас. Я бы сначала разобрался бы с тем, откуда у вас боль, то есть, больно вам по какому поводу, собственно говоря. Вот. То есть, больно вам по поводу чего. Если вы любите своего мужчину, да, если вы его действительно любите, если он вам, ну, действительно дорог, вот, то, по идее, по идее, вы должны быть счастливы, что мужчина, он добился в жизни того, что хотел, что он, в общем и целом, получил то, что хотел, что он реализовывает, и реализовал то, что хотел. Но у вас не получается, как я понимаю. У вас не получается вот это вот чувство испытать. Вам больно. А больно вам, потому что вы для себя, вероятно, что-то потеряли. Вот. И вот это вот очень хорошо проявляется на самом деле с том, когда вы пишете о том, что вот, я жила с ним из чувства благодарности и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот. То есть, он вас, он о вас заботился, получается. Вот. И вы из благодарности к нему, как бы, с ним жили. Вот. Понимаете? История какая. Ну, тонкость-то вся, она в чём? Тонкость вся в том, что мужчина, он понимает, как обстоят дела. Он чувствует, как обстоят дела. Он знает, как обстоят дела, да? Вот. И он понимал, что, понимал точнее, что вы его стимулировали и двигали на, ну, куда-то вперёд, куда-то вверх. Вот. И он был с вами. Пока ему это, собственно, было нужно. Вот. А потом он всего достиг. А зачем ему вы теперь? Не нужны ему вы. А зачем ему ваша благодарность? Да? Не нужна ему ваша благодарность теперь, когда у него всё есть. Ну, всё, что нужно ему. Всё есть. Понимаете? Ну, вот. То есть тут проблема, на самом деле, не в том, чтобы отношения именно сохранить, да? Здесь проблема не в том, чтобы отношения сохранить или семью. Здесь проблема немножко в другом. проблема в том, что вы к человеку привязаны. Вот. И привязаны вы к нему тем, чего вы хотите. Отсюда и боль. То есть если вы можете из благодарности с мужчиной быть, спать, да? И так далее. То, насколько же вы в этом нуждаетесь. Насколько же сильно вы нуждаетесь в том, что он вам даёт или давал. Понимаете? Какая история. Вот. И тонкость, тонкость вся, она заключается именно в этом, на самом деле. В том, в чём вы нуждаетесь в этой конкретной ситуации. Что вам нужно. Чего вы хотите. Вот. Для себя. Понимаете? Вот. Вот вы говорите, что мы познакомились на первом курсе института, с тех пор не расставались. Вот. Я постоянно подталкивала его вверх к развитию. А зачем вы постоянно подталкивали его вверх к развитию? Потому что не делали этого сами. Зато сами вы не развивались. Сами вы не двигались вверх, но зато другого человека, мужчину, да, подталкивали. То есть, что это? Это, по сути дела, проекция. То есть, перенос. Перенос на мужчину. С того, что вы ходили бы сами для себя. Собственно говоря. Вот. Вместо того, чтобы развиваться самостоятельно, вы подталкивали мужчину к этому. Почему? Потому что либо у вас родительская позиция в отношениях. Вот. Ну, этого я не знаю. Это ещё нужно разбираться. Да, то есть, есть родительская позиция, нет родительской позиции. Это нужно смотреть. Вот. Но, однозначно, что сами вы не росли. Сами вы не развивались. И у этого есть причина. То есть, получается, что у вас имеется мужчина, да? То есть, у вас есть мужчина. Но, помимо него, помимо него, если его убрать, у вас нет ничего. Понимаете? То есть, у вас нет. И потому и больно. Потому и больно, что вы привязаны слишком к нему. И отношения ваши, они, скорее всего, были неравноправными. То есть, как бы, вы мужчину стимулировали к чему-то, да? К чему-то вы его стимулировали. И, вероятно, не принимали его таким, какой он здесь. Вот. А он, соответственно, старался, может быть, добиться вашей любви, может быть, чего-то ещё. Это не так важно. Потому что, ну, он тоже, на самом деле, на самом деле, не обладает психологическим здоровьем. Потому что, ну, если бы у него оно было, он бы, скорее всего, с вами бы, вот, в таких отношениях не застоял бы. То есть, он знал, что вы с ним из благодарности. И раз он согласился, раз он согласился на это, значит, скорее всего, у этого были причины. То есть, может быть, он боялся отказа, боялся того, что будет один или не был уверен в себе. Короче, есть причины, есть причины у этого, вот. Но, важно понимать вам, вам важно понимать, что сейчас у мужчины пропал стимул вам что-то доказывать. У мужчины пропало желание вам что-то доказывать. У мужчины пропало желание стремиться вверх, как он это делал. Вот. Либо, возможно, это, вот, вы не пишете, да, в своём тексте, вот вы, значит, так. Я желал не большее чувство благодарности, мне было комфортно. Ну, то есть, вы, опять же, вы влюбились не в него, а в образ, тот, что он вам давал. Пару месяцев назад я понимал, что по-настоящему его люблю, вела себя последние два года плохо, забил на себя, перестал ухаживать за собой. Солодец сидел в телефоне или глядя в потолок в жуткой депрессии. Казалось, что я живу не своей жизнью. Это правда. Действительно так. Вы, действительно, своей жизнью не живёте, и я хочу вас расстроить, вы до сих пор, до сих пор, вы своей жизнью не живёте до сих пор. То есть, у вас до сих пор, а, в своей жизни нет, потому что, ну, вот, ситуация такова, что вы сами для себя ничего не делаете. Ну, судя по тому, что вы сказали, судя по тому, что вы написали. И я полагаю, что вот это состояние, когда вы перестали за собой ухаживать, перестали что-то делать для себя и так далее, оно неслучайно возникло, это состояние. У этого состояния, то, также, есть свои причины. Вот. То есть, какие причины, что, ну, подсознание вам говорит, как бы, даёт знак, что, ну, ты живёшь чужой жизнью, ты не живёшь своей. И отсюда депрессию, отсюда и нежелание ухаживать за собой. А потом, видимо, проснулся страх потерять мужчину, потому что, ну, вы, возможно, что-то почувствовали интуитивно. Вот. И начали что-то делать. Опять же, для него, не для себя. Самое здесь интересное, что нельзя сказать, что вы себя не любите. Вот нельзя сказать, что вы себя не любите. Нельзя сказать, что вы себя как-то, ну, не знаю, не цените или что-то вроде того, нет. Вы любите себя, просто ваша любовь, она, знаете, как будто бы, ну, как будто бы не совсем верно, а не совсем правильно реализуется. То есть, вы о себе заботитесь, но заботитесь о себе не напрямую. И поэтому вам больно, и поэтому вы несчастливы. Вот. И когда, если вы будете делать что-то для себя уже самостоятельно, вот, когда вы раскроете вот этот вот момент, значит, момент того, по какой причине вы допустили жить с мужчиной, да, из благодарности, из чувства благодарности. Вот. То есть, какие потребности ваши за этим стоят. Когда все это будет, тогда вы сможете корректировать свою деятельность, тогда вы сможете быть более независимой. И, обретя независимость, вы получите привлекательность для своего мужчины как раз-таки, как раз-таки, понимаете, привлекательность будет. Потому что мужчина, ведь он тоже заботился о вас. Заботился. Но забота, если это только забота, да, если это прям вот только забота и всё, заботы это, ну, в общем и целом достаточно мало. То есть, помимо заботы, ну, должно быть что-то ещё. А этого вот, скорее всего, уже не было. Знаете? Вот. Что-то вы не видели его как человека, а он не видел как человека вас. И сейчас это, ну, достигло определённого такого апогея. И, соответственно, это кризис. Вот. Сохранить семью отношения, возродить, эээ, возродить былую любовь. Именно, былую любовь. Как была. Да? То есть, ну, такая же, такого же типа. Эээ, нельзя. Потому что, это что-то прошло. И этот период прошёл. Тоже. Вот. Можно новые отношения строить. Более качественные, более близкие, более глубокие. Более, скажем так, ну, если можно так выразиться. Более интимные. Да? Вот. Но для этого нужно, чтобы каждый из вас был готов. И, поскольку, обращаетесь вы к нам, то я, соответственно, думаю, что вам и нужно, собственно говоря, работать над собой. Естественно, если вы этого хотите. Вот вам, как правильно сказала коллега, что где вы, про что вы. Потому что вас нет. Но, я думаю, что копать нужно в сторону, значит, в сторону того, что вас привлекло в этом мужчине. Вот. Я думаю, что в эту сторону нужно копать. И тогда всё будет ясно. Если в эту сторону копать. Потому что, благодарность за заботу, за любовь, за какие-то проявления, да, она никогда не бывает просто так. И вполне возможно, что вы просто не чувствовали себя любимой, не чувствовали себя важной, не чувствовали себя нужной, не чувствовали себя ценной. Вот. И через этого мужчину пытались, да и, наверное, до сих пор пытаетесь, ну вот, собственно, получить это. Получить то, что вам нужно. А у вас самой. Ну, внутри вас. Этого нет. И отсюда все, что-то трудности. Вот. Ну а идёт это, понятное дело, из детства. Вот. Соответственно, с этим тоже нужно разбираться. С детско-родительскими отношениями. Вот. Какие у вас родители в отношениях? Скорее всего, папа был отдалённым. Вот. Мама была, ну, наоборот, с такой близкой, близкой вам. Вот. Ну, это догадки, да, то есть, нужно смотреть. Вы можете сказать, что это не так, неправда и, в общем-то, будете правы. Вот. А что нужно делать сейчас? Да. Что нужно делать сейчас? А сейчас вам нужно, значит, мужчину оставить в покое, не трогать его, его. Вот. И заниматься, заниматься собой. Своим внешним видом, если он вам не нравится. Своими делами, своей жизнью, своими интересами. Вот. Мужины вас ещё не бросают. Вот. И, соответственно, я уверен, что в ближайшее время не бросят. Поэтому используйте. Используйте те ресурсы, которые у вас есть для того, чтобы, ну, собственно, чтобы сделать всё, для восстановления отношений. Вот. Ну, иначе, иначе, потом будете жалеть об этом. Да? Вот. И помните, что восстановить отношения нельзя. То есть, именно восстановить отношения нельзя. Можно, можно их качественно поменять. Это можно сделать. Можно сделать их более, значит, как бы, существенными, более глубокими и так далее. Это можно сделать. Но восстановить то, что было, уже нельзя. Потому что, если, ну, если ваш мужчина пришёл к этой ситуации, значит, этап прошёл. Нужно двигаться дальше. Вот. И, соответственно, если, если вы будете двигаться дальше, то у вас есть шанс. Если двигаться дальше вы не будете, то шансов, к сожалению, нет. Вот так вот, я думаю, что вам можно ответить на ваш вопрос. Наверное, это немного, потому что недостаточной информации. Вот. Но я думаю, что прежде чем выстраивать отношения, нужно понять, что с вами происходит. Вот. Вы, так сказать, с лёгкой руки диагностировали у себя депрессию. Вот. Что тоже довольно интересный момент, да. То есть, откуда вы знаете, что у вас депрессия, и депрессия ли это у вас вообще. Вот. То есть, прежде чем решать проблемы в отношениях, нужно решить проблему в себе. Вот. И как знать, может быть, вам и мужчина, тот, с которым вы сейчас вместе, не будет нужен. Почему? Потому что вы станете более самостоятельный, более ценностный, более целостный, точнее. И мужчина вам уже будет не так нужен. Хорошо это или плохо. Я думаю, да хорошо, потому что, очевидно, что мужчина вас больше принимает вот такой, какая вы есть, не хочет. И стараться что-то делать нужно не для него, а для себя. То есть, если вот вы добили на себя, да, как вы говорите, что нужно разбираться, почему это произошло. Если вы что-то делаете, то ориентироваться нужно на себя. Вот это вот и является ответом на ваш вопрос. Чтобы сохранить отношения, нужно любить человека. Чтобы любить человека, нужно любить себя. Чтобы любить себя, нужно принять себя. Вот с этого и начните. А если трудности какие-то будут, то мы с радостью вам поможем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго и удачи.